Привет, мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Спонсор сегодняшнего ролика магазин Рандеву, и в честь нашего сотрудничества с ним публикую в описании свой именной промокод на 10%, который плюсуется со всеми акциями и скидками, которые уже проходят на Рандеву. Для этого проходим сначала по ссылочке в описании, кто не перейдет по ссылке, тут потолстеет, затем куда угодно набираем товар, применяем промокод, собственно, мой, и вуаля, скидочка готова. Приятных вам приобретений. Сегодня у нас опять распаковочка. Распаковочка от замечательного дружинника, который пожелал остаться неизвестным, и данный ролик примечателен для меня конкретно тем, что я уже не помню, что здесь за отливанты. К сожалению, пришлось этой посылочке полежать какое-то время в закромах моих, да и вообще не помню. И непонятно, на какой из них я решу делать обзор, смотря что за состав. Вряд ли я прям на все подряд парфюмы, которые здесь находятся на все отливанты, буду делать обзор. Ну, единственное, могу сказать, что их в наличии у меня нет, потому что подписчик у меня поинтересовался, а есть ли у вас то, есть ли это, ну, чтобы какой смысл высылать то, что имеется. Вот так вот, и все пахнет-пахнет, ароматно-ароматно. Вот, вытаскиваю, значит, одну часть ее откладываю. Кот Гагарин, видите, тоже тут шат стоит, все ему интересно. Вытаскиваю вторую часть, здесь еще у нас пакетик проложен от не совсем дружественного магазина. И, значит, ой, как же пахнет все, как же, ой, ребятки, 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 размыло, понимаете, вот почему не люблю отливанты в сотый раз повторяю. Размылось название, буду сейчас его пытаться, конечно, вычислить. Размылось оно здесь, тут, наверное, название на самом отливанте, или я не знаю, и, ну, типа, тут тоже Ареш Ле Доре, вижу название, и какой-то Сиан Ут, Индонезиан Ут, возможно, короче, вот так вот. Вот вам отливанты, вроде их, вы понимаете, в отдельные пакетики герметичные запаковывают, ребята, и, вроде, ну, скорее всего, все завернуто, как следует, но при этом все равно что-то парит, что-то подтекает. Значит, здесь у нас что? Давайте посмотрим. Здесь у нас просто пупырочка, а здесь у нас какие-то пробнички. Кату прям интересно. О, ну, здесь шикарный подгон от бренда, видимо, Эрметика, молекулярные ароматы подписано, Эрметика, прям на Эрмес похоже. Значит, один, другой, и третий с другим логотипом, как-то по-другому, да, оформлен. И, значит, и четвертый. О, ну, это нужно делать две, а то и три части, значит, на этот бренд конкретно. Шикарный подгон, это можно прям обозреть. Сколько это? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик гулять. Шесть, семь, соответственно. Восемь, девять, десять, ребят. Десять штук целых. Вот этого Эрметика. И я думаю, что буду делать, конечно, отдельные ролики по обзору. Давайте попробуем все-таки разобраться. Вы понимаете, я определил по... Ручка оставила вдавленность на бумажке. По вдавленности я эти буквы дочитал. Здесь же вообще все очень печально. Ну, я спрошу в личке тогда, да, у автора, скажем так, посылки. Либо попробую все-таки прочитать. Ice and Dolce & Gabbana, короче, The One. А, Dolce & Gabbana, The One. Короче, какая-то там... Это лимитка. Какая-то там Knight, короче. Ближний... Какая она? Короче, восточная лимитка, знаете, с вот этими с арабской вязью. Одна из. Их штуки три или четыре уже точно вышли мужских. Ну, а здесь не подписано, видимо, ну, что-то имеется в виду. И, ну... Автор, опять же, точно знает и подскажет. И того просится, просится прямо на обзор сегодня. Индонезийский Уд. И сейчас я найду его... Пирамидку, короче, вернусь к вам. В общем, ничего такого особенного по этому парфюму я не нашел. Хочу вам напомнить, что бренд вот этот... А, конечно, Le Doré. У меня, кстати, есть обзор... Сет... Сета пробников, короче, с несколькими ароматами. Как вы знаете, он мне, этот бренд, зашел. Ароматы интересные. Не все, не все. Некоторые прям, вот, знаете, на грани. Некоторые прям, вот, есть вонюченькие. Есть те, которые нравятся, но ты понимаешь, что в людях надеть тяжело. То есть ты как, ну... Скажу громко, как произведение искусства, да, парфюмерного. Ты их воспринимаешь. Ты отдаешь им должное. Но понимаешь, что... Так же, что на повседнев точно ты носить не будешь. И даже на праздники. Ну, смотря с кем, смотря как. Короче. Бренд этот, почему я мало чего нашел в интернете, почему не так уж много, на вскидку можно найти. Конечно, если вы знакомы с профильными ресурсами, такими узкоспециализированными, ну, или там нашли какие-то ветки на Base Notes.net, посвященные данному бренду. Потому что бренд, по большому счету, артизональный такой, инди-бренд. Именно по этой причине вы не найдете в самых популярных интернет-магазинах, вот, в Rantewoo, например, .ru, да, вы не найдете эти ароматы в продаже. То есть их найти не так просто. Они, конечно, есть, но не везде вот так. Это, естественно, признак нишевости. Парфюмером всех этих ароматов, создателем бренда является, как он сам себя назвал, русский Адам. Russian Adam. Adam Proed, если смотришь, вот, всегда приятно твои... твои парфюмки, и новые, и не очень потестить. Данный аромат относительно. Новый выпущен в 2023 году. По-моему, тогда как раз я вот от Levan Set этот тестировал. Найдите у меня на канале, посмотрите. Интересненько, я думаю, получилось. И, короче говоря, русский Адам, он... Ну, давай-то мне тут все снесешь. Давай. А, и ты, да, тут будешь скакать, как лошадь. Он утверждает, что у него сплошь... Ну, то есть... А, как это сказать? Ну, короче, ароматы состоят из натуральных ингредиентов, особенно уд. Там какой-то вот специальные дистилляты, специальные выдержки, отборнейшие, шикарнейшие уды он использует для создания своих парфюмов. Это, ребята, поверьте мне, огромная редкость парфюмерной индустрии, потому что вот крупные эти все гиганты, которые делают... Ну, вы сами знаете, да, что удовая волна, она как накрыла там, не знаю, в нулевых годах мир парфюмерный, так и схлыновать она не собирается. И все вот эти крупные концерны на 99% они используют уд синтетический, химический, химозный, искусственный. Я не скажу, что он пахнет плохо. Куча удовых ароматов от того же Dior, которые мне нравятся очень, и не только мне, но здесь, именно здесь натуралиссимо, понимаете? И вот прям с замиранием сердца наношу на себя, хотя такие ароматы, знаете, такие вот из натуральных эссенций, абсолютов и дистиллятов, их, конечно, в идеале в шлейфе бы ощущать, потому что с пятна чаще всего они могут обмануть. Не могу себе позволить, к сожалению, нанести на себя. Но нанесу прям тут объемчик такой нормальный. Кстати, по-моему, это экстракт по концентрации, поэтому должен быть суперстойкий, супершлейф. О, вы посмотрите, супержелтое пятно. О, ну да, чувствуется. Опять же, вот как-то, знаете, вот при самом первом даже нанесении ароматов от русского Адама есть ощущение натуральности. Я не знаю, как это объяснить. Минимум спиртовости, ну, то есть, здесь, видимо, в принципе, процент содержания спирта минимален. И, ну, вот эта теплота, я не знаю даже, как объяснить. Это нужно, видимо, быть нанюханным, нужно очень много ароматов пробовать, нужно через годы все свои ощущения пронести, нужно понять, что какие-то ароматы, которые тебе казались таковыми 10 лет назад, они теперь, по прошествии данных лет, они уже другими кажутся, потому что ты, ну, то есть, тогда ты более примитивно их как-то раскладывал на ноты, и более примитивно воспринимал. Относил там, ну, это похоже вот на то, или это вот такое-то. А потом, ты понимаешь, что пронюханность, нанюханность какая-то появляется, и вот эту натуральность, ну, ты ее чувствуешь. Я не собираюсь петь там под чью-то дудку. Я знаю, что есть фанатики просто, я не знаю, во всея Руси просиявшие, опять же, данного бренда, они с пеной у рта будут утверждать. Вы знаете, кстати, о ком я говорю. С пеной у рта они будут утверждать везде, во всех там чатах, во всех форумах, на всех форумах, во всех обсуждениях они будут утверждать, что только русский атом делает натуральщину, а остальное все по сравнению с ним, все эти роджидавы ваши, это тьфу, растереть, плюнуть и растереть, и так далее. Я под эту дудку плясать не собираюсь, я говорю то, что чувствую я. И говорю лишь про натуральность, звучание, вот эта вот теплота и вот эта древесность, такая, понимаете, вот не, как оно называется, я забыл уже это вещество, неважно, которое вот лесопилкой пахнет, вы скажите мне в комментариях, напишите, я его сто раз уже в роликах называл, но сейчас позабыл, и в общем-то здесь не уроки химии. В общем, вот оно одно и то же, его везде, везде в древесные парфюмы пихают, и так это скучно, до зубовного скрежета просто. Здесь же древесность, она мягкая, теплая, она вот без... Я забыл название, химическая тупой деревяшка, моей нелюбимейшей тупой деревяшки. Кто меня давно смотрит, те уже наслышаны про тупую деревяшку. Мягкий, теплый, восточный, густой. Кстати, он не отталкивает, я думал, что индонезийский уд, такой будет с достаточно весомой долей анималистичных акцентов, с какашечностью, с котным двором и так далее, с чем ассоциируют натуральные уды частенько. Здесь, кстати, нет, но может потому, что я ждал, прям уже съежился, и ждал чего-то такого, теплый, теплый, древесный, невероятно мягкий. И вот насколько я тестировал, парфюмы от Адама, вот в том, от Левант, пробник с эти фирменным. Что еще нужно сказать хорошего про данный бренд, Ареш Ле Доре, что к базе ароматы не разваливаются. База до самого, понимаете, до самой последней капельки. Вот до сутки они звучат, как минимум, и вот даже на следующие сутки она даже интереснее становится, я вам больше скажу. То есть она не истончается, она не превращается в... То есть не... Она не протаивает до... Знаете, вот многие парфюмы, там люксы, не люксы, ниша многое решит тем, что аромат в конце своей жизни протаивает до... Собственно, остается один закрепитель, который и должен звучать дольше всего, и вот он... Ну, химозина-химозина. Может быть, он не столь противный, но ты чувствуешь, что это уже какое-то вот химическое вещество, и это уже... Ну, по сути, это не парфюм. Это закрепитель. Так вот, к чести Arrèche Le Dore, здесь даже вот... Я думаю, что он и двое суток прозвучит, многие ароматы этого бренда, потому что, ну, реально они экстракты. Вы понимаете, желтое пятно, вот оно так и осталось. Оно никуда не исчезает. Что большое содержание масел. И вот, даже стоит дождаться суток по прошествии, да, с момента нанесения, чтобы понять, насколько интересно он, возможно, изменится, и при этом будет натурально по-прежнему звучать. Полно как-то. Может, уже какие-то нотки, они слетят, исчезнут, но запах будет достойный. Поэтому данные парфюмы, только не наносите на светлые вот такие вещи, они хороши именно... Вот если у вас аромат-подпись, да, Signature Scent, что называется, если постоянно пользуетесь, на одежде вот, чтобы они у вас жили просто, понимаете, пиджак там, почему-то у меня пиджак, ну, или там свитер кайшемировый, ну, который, естественно, вы не стираете после каждой носки, и вот аромат как бы впитывается, и потом вы берете этот свитер, и вы просто даже... Да ваша девушка, когда заскучает по вас, по вам, ну, может, это свитер надеть и кайфовать, потому что все будет звучать предельно, как мне кажется, натурально. Древесность, древесность чувствуется, древесность, смоленистость, вот эта вот удовость, легкие такие кожаные аспекты, восток, конечно, восток, я уже сказал, конечно, на жаре лучше всего он будет звучать, мое прям стойкое мнение, убеждение, многие со мной согласны, почему арабы так таскают, не свежаки, а так вот они именно восток, востокович любят, именно потому что на жаре раскрывается просто невероятно все это. Унисекс абсолютный для мужчин и для женщин. Вы знаете, прям хочется заиметь себе его даже. Вот я хапуга, но хочется заиметь вот, ну, хотя бы там, ну, не 100 миллилитров, ну, хотя бы 30, прям мне бы хватило 30. Очень невероятно желтое пятно. Приятно, классно, опять, блин, и вот, вот, вроде как ничего нового в звучании нет, но вот эта вот натуральность, она подкупает, конечно, то есть ты как будто бы, как будто бы действительно, ты вот что-то такое шиковое, люксово-роскошное, причем не в избитом упоминании, упоминание слова люкс, которая применяют к этим всем крупным конгломератам. Эти конгломераты деньги только с нас берут, а корицу, что называется, жалеют. Кстати, здесь вот какие-то теплые пряности, возможно, и корица есть, а именно роскошество вот натуральных ингредиентов, как будто чувствуешь себя вот где-то, где-то вот в этой восточной природе, где добывают этот уд, и как будто при тебе вот это все, все-все-все, эти абсолюты извлекают и смешивают по каплям, это масло, это вот прям топ парфюмерный какой-то для меня. Вот эти, ну у меня такие ощущения, не знаю. И мягкий, понимаете, он не шибает, он очень такой вот умеренно звучит, он ничем не режет нос, он очень-очень вот так вот аккуратно, вкратчиво звучит, если так можно выразиться, что характерно для экстрактов, именно для высокого качества экстрактов. То есть он, я думаю, что, кстати, вот этот можно в люди надевать смело, потому что вы не спугнете, то есть здесь не будет волны вот этой вот химозной, которая сносит всех и говорит там за 25 метров о вас, что я пришел, я уже тут. Очень мягенько звучит прям. Вот уселся сейчас, со старта немножечко так сверкнул. Короче, пряности здесь, деревяшка, уд я не нашел внутренней грамоты. На что он похож здесь указывают, хотя 5 за, 7 против. На индонезийский уд от Эмер Неджильда Дзенья. Вот, у меня от Дзеньи есть несколько ароматов. А у меня есть этот уд индонезийский же. Все, я купил его, но он у меня еще ждет распаковки. Будет еще, и, кстати, может быть, и сравню. Ну, хотя 5 за, 7 против. Ну, видимо, как-то перекликаются, хотя я уверен, что у Дзеньи, несмотря на то, что адовых денег стоит их, вот это, стоит вот эта бытиковая линейка, я думаю, что у Дзеньи компоненты попроще. И что еще радует меня в бренде Arèche Le Dore, что сборка очень качественная, понимаете? Потому что я сто раз вам говорил, что из супер дорогих компонентов можно легко создать какофонию, которая звучит просто, просто вот эти ноты, как, извините, как, ладно, не буду некрасивых слов говорить, но, короче, они выскакивают, как чертики из табакерок, вне в попад, друг с другом в контролерсию вступают, и я смотрю на тебя, бренд Fuegia. Вот Fuegia для меня именно кучу дорогих ингредиентов набрали, смешали как попало, придумали какую-то легенду не в себешную, и за адовые деньги продают эти ароматы. То-то он особо и неизвестен, потому что никому нафиг не нужен, тем более за, за, за те монетки, которые они просят. Здесь именно чувствуется что есть у человека вкус, есть вот, может он и не обучался на парфюмера, я, кстати, не знаю, надо, надо по, 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 знакомиться поближе с биографией русского Адама. Интересный дядь, как, кстати, в интернете навалом роликов от него, от самого, он рассказывает, как он сам дистиллирует эти уды, рассказывает о отличии множества видов удов. Интересно. Так вот, неважно, имеет он образование, не имеет, но вкус к созданию, ну, то есть, вот, ольфакторные вот эти какие-то таланты у него есть. Ароматы собраны у него искусственные, я бы сказал. Вот, что-то, как-то, как-то хвалебная ода получилась. Я не собирался вовсе. Я на такое, нет. Но, что чувствую, то и рассказываю вам, и надеюсь, данный ролик был вам полезен. Оцените как-нибудь его, и не забывайте подписываться в наше Телеграм-сообщество. Там я и дублирую Ютуб, туда все видосы с Ютуба я перезаливаю, кто кому тяжело смотреть сейчас, да, в данный период с Ютуба видео. И, в принципе, можете меня во Вконтакте найти, и можете на Рутубе найти, туда тоже все перезаливаю. Но хотел сделать акцент именно на Телеграм-сообществах. Там, в первом закрепленном посте все ссылки на них. Там ведь наша замечательная Пашко Парбарахолка, где вы можете выгодно купить и продать ароматы. И там наша пара в дружина знаменитая, с которой я здороваюсь в каждом ролике. Это чат, который не спит 24 на 7, и любой ваш вопрос найдет ответ на тему парфюмерии не только. А также группа скидки, где мы публикуем ежедневно самые актуальные скидочки на ароматы. А также группа антифейк, где каждый может обсудить фейк или не фейк, фейком или не фейком является его флакон. Добрые ребята всегда помогут. И за сим я прощаюсь с вами. До новых скорых встреч. Ну, про этого от Гагарина. Он жопой тут покрутил. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok